Коллеги, добрый день! Сегодня 14 мая, я нахожусь в агроцентре Самары на поле озимой пшеницы. В этом году весна у нас выдалась очень холодная, у нас было два заморозка, так называемые возвратные холода, 4 мая и 9 мая. И для того, чтобы растения озимой пшеницы у нас не подвергались большому стрессу от мороза, мы применили биостимулятор Квантис в дозе 1 литр на гектар в посевах озимой пшеницы. Обработку мы произвели за сутки до 1 заморозка, то есть 3 мая. И сейчас давайте посмотрим, в каком состоянии находятся у нас посевы спустя 11 дней после обработки. Идем посмотреть. Коллеги, вот сейчас мы находимся в участке, где мы применили биостимулятор Квантис в дозе 1 литр на гектар. Давайте посмотрим, в каком состоянии находится пшеница здесь. То есть мы видим растения у нас зеленые. То есть заморозки, которые у нас были, растения выдержали и прекрасно себя чувствуют. И, как обычно, для сравнения, мы оставили участок, где мы не применяли биостимулятор вообще, то есть контрольный участок. И давайте посмотрим, в каком состоянии посева находится сейчас тут. Коллеги, мы перешли на участок, где мы не применяли биостимулятор вообще, то есть контрольный вариант. И смотрите, какая пшеница у нас здесь. То есть мы видим, что пшеница не такая зеленая, как на обработанном варианте. Нижние яруса листьев все пожелтели. И пшеница находится в угнетенном состоянии. Она отстала в росте от обработанного варианта. Поэтому применение биостимулятора при возвратных холодах дает хороший эффект на культуру. Коллеги, в следующем своем видео я вам покажу, как повлияли заморозки на продуктивность сазимой пшеницы на нашем контрольном варианте. И на варианте, где мы применили биостимулятор Квантис с дозой 1 литр на гектар. А пока подписывайтесь на наш канал ВКонтакте и Телеграм. Обязательно запишитесь на посещение нашего агроцентра Самары на сайте компании Сингенты. У нас есть и будет очень много интересного, что вам показать. В течение сезона. Поэтому не забывайте записывайтесь и приезжайте. Мы вас всех очень ждем. Всем удачи и всем высоких урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok